Издательский дом Хибара обрел нового руководителя. Им стал писатель, переводчик, публицист и общественный деятель Валерий Тургай. Сегодня министр информационной политики и массовых коммуникаций Чуваши Валентина Андреева представила новоиспеченного директора коллективу холдинга. В конкурсе на должность директора издательского дома и главного редактора газеты Хибар приняли участие четыре кандидата. Заместитель начальника организационно-контрольного отдела Минсельхоза Чуваши Александр Кириллов, заместитель главного редактора издательского дома Хибар Геннадий Максимов, директор ООО Самант Петр Михайлов и директор Республиканского благотворительного фонда Сейспеля Валерий Тургай. Оценивала их конкурсная комиссия из 13 человек. Выбрать достойного на столь ответственную должность было нелегко, но Валерий Тургай четко определил, каким показателем он будет вести издательство. Наша главная цель сделать наши газеты интересными, востребованными, чтобы они соответствовали требованиям нашего бурного времени. И, конечно же, еще другая цель увеличивать стабильно, целенаправленно увеличивать тиражи наших изданий. Вот это сегодня моя основная задача. Ну и, конечно, я очень хотел бы, чтобы все сотрудники нашего издательского дома гордились, что они представляют издательский дом Хибар и чтобы они получали достойную зарплату. Издательский дом Хибар объединяет 16 средств массовой информации. Работники признают, что в последнее время возникают трудности с рейтингами и тиражами. Для решения таких вопросов они ждут от своего руководителя четкой и выверенной политики и обещают слаженно трудиться во имя общего дела. Я хочу им пожелать успехов, добра, потому что команда у нас создана, все люди работящие, чужих других у нас нет, людей больше нам местами работают. И я своей стороны, определенным честным скажу, что мы поддерживаем. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика.